МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ЕС начинаются выборы в Европарламент. Анкара готовится к санкциям Вашингтона в связи с покупкой С-400. Расписание игр Конифа Евро-2019. Газета «За Артон» публикует книгу, основанную на памяти юноши, пережившего геноцид против армян. Открытие и обнаружение в районе Сгерта Западной Армении принадлежит к морскому животному Немулиту – одноклеточное животное. Поскольку эти области ранее были покрыты морем, у специалистов есть желание изучить эти места. Есть много похожих камней, которые интересны и вдохновляют ученых. Сейчас эти образцы находятся в зоологическом музее в Тигранакерте. Находкам, по словам ученых, около 50 миллионов лет. Стадион имени Вегена Шириняна в Мартакерте готов принять третий чемпионат Европы Конифа – Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций. Как передает корреспондент Арцах Пресс, об этом заявил 22 мая министр градостроительства Республики Арцах Карен Шахраманьян и добавил, что для игр созданы практически все необходимые условия. По словам министра, были построены новые раздевалки. 25 мая работы по внутреннему асфальтированию будут завершены, и стадион будет уже готов. Министерство иностранных дел Греции призвал в среду Анкару не фальсифицировать историю и признать геноцид сотен тысяч понтийских греков в Османской империи в 1914 по 1923 годы. Так, греческое внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявления МИД Турции по поводу того, что эта греческая армия совершала массовое убийство турецких граждан сто лет назад, передает ТАСС. МИД Греции считает исторической задачей для всех, и особенно для соседней Турции, признать такие события, как геноцид понтийских греков, чтобы не повторились самые ужасные моменты прошлого и чтобы залечить глубокие раны, которые они оставили. По словам греческого внешнеполитического ведомства, заявление МИД Турции является еще одной неудачной попыткой фальсифицировать историю. Признание исторической правды, самокритика и отказ от ревизионизма являются признаками силы, а не слабости. Они являются предпосылкой для честного диалога и борьбы с крайностями национализма для примирения народов и государства и их мирного сосуществования, говорится в заявлении. В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент. Избирательные участки в четверг открываются в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье, сообщает Армен Пресс со ссылкой на interfax.ru. В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе в Великобритании, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 миллионов избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах. Турция готовится к возможным американским санкциям из-за покупки российских систем С-400, отметил турецкий министр обороны, также указав на некоторый прогресс в переговорах США о приобретении истребителей F-35, передает Reuters. «Мы делаем то, что предусмотрено обычными двусторонними соглашениями. Хотя во время от времени не возникают некоторые проблемы, мы рады, что до сих пор не произошло никакого резкого поворота». Турция также готовится к возможному введению санкций, отметил министр обороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции. Вашингтон заявил, что покупка Турции С-400 ставит под угрозу безопасность F-35 и предупредил Анкару о возможном введении санкций в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. На официальной странице Конефа опубликовано расписание матчей Конефа Евро-2019 в Арцахе, а также команда участников, которых будет 8 вместо 12. Команды были разделены на две группы. Сборная Западной Армении будет играть в группе «Б» и сыграет с командами Южной Осетии 2 июня в 18 часов на стадионе в Мартуни, Секиянская область 3 июня в 16 часов на стадионе Аскеран, с паданий 4 июня в 20 часов на стадионе Степанакерта. Напомним, что матчи состоятся с 1 по 9 июня в Арцахе. Оставайтесь с нашей страницей, чтобы узнать и больше о предстоящем турнире. Один из миллионов воспоминаний молодого Зайтунца, который стал свидетелем геноцида, книга рассказывает о молодом человеке, который спасся от геноцида против армян и который сумел пережить испытания и выжить, передав свою историю поколения. Севак Якубян, редактор газеты «Зартонг», отметил, что никто не слышал имя героя книги Арутюна Галачана несколько месяцев назад. Он родился в Зайтуне, был свидетелем геноцида против армян, а затем умер в Бразилии. Вероятно, никто, кроме его ближайшего окружения, не знал его, но благодаря книге о нем узнали тысячи читателей. Эта секретная цель серии «Зартонг», отметил он. Книга была издана ежедневной газетой «Зартонг», и это первая книга из серии «Зартонг». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Масунг» за кеми. «Масунг» за кеми. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.